привет меня зовут виталий горов я блогер зеленый кот и популяризатор космонавтики я предлагаю поговорить о нашей космонавтики сейчас в средствах массовой информации в блогах в интернете где угодно очень часто обсуждают вопрос состояния нашей космонавтики сравнивают с американской или китайской или индийской и можно услышать большое количество различных трактовок объяснений иногда не в лучшую сторону и не с лучшей стороны показан наш космос там роскосмос или другие организации связанные с этой деятельностью которые находятся в россии и я предлагаю сейчас поговорить не о проблемах нашей космонавтики не о том что действительно там есть они и действительно их надо решать и нынешнее руководство пытается их решать и независимые эксперты предлагают свои решения работы там конечно же много второе о чем надо сказать да к сожалению сейчас наша космонавтика не первая в мире и пожалуй даже не вторая если мы посмотрим бюджеты количество спутников количество ракетных запусков россии где-то будет ну третья по некоторым направлениям может быть даже четвертое или даже пятое в мире то есть есть кого догонять есть куда стремиться но не будем забывать что даже там третье четвертое место это не так уж и плохо как могло показаться все-таки в мире наверно около двух сотен стран и пятое место или четвертое или третье все-таки неплохо потому что все остальные все равно позади и так сейчас мы не будем говорить о проблемах сейчас мы не будем пытаться говорить о том что мы самые первые и мы победим всех вот прямо сейчас или 10 через 10 лет дайте только срок мы поговорим о том что у нас действительно есть что достойно что достойно уважения является достойной технологией которые пользуются и в россии за рубежом и которыми действительно стоит гордиться начнем мы с космодрома восточный много про него слышно много было скандалов коррупции там кучу народа посадили кучу миллиардов распилили всем это тоже знаем но космодром есть он построен есть стартовый стол пусть до 1 это не сравнится конечно с тем же байконуром где десятки стартовых столов но это самый современный космодром нашей страны и как стартовый стол и монтажный испытательный корпус где готовятся космические аппараты где готовятся работ ракеты все это сделано по последнему слову техники это действительно достойная работа провели строители и это действительно работа которая будет востребована ну ближайшие десятилетия точно я сам был на этом космодроме неоднократно и я в восторге от того что там есть и от того что можно использовать для дальнейшего освоения космоса сейчас космодром восточный не пользуется особой популярностью оттуда там раз в два в год происходит запуске не потому что он такой плохой а просто потому что есть байконур байконур ближе всем проще там работать но байконур не наш все-таки он находится на территории другой страны он в длительной аренде я думаю ближайшие лет 20 как минимум он будет использоваться российской космонавтикой и поэтому восточный будет простаивать какое-то время и занят будет не по полной но все равно космодром восточный на территории россии и он будет востребован не один десяток лет это точно и одно из важных пунктов почему он будет востребован не только потому что там есть сейчас а только потому что там будет в него недалеком будущем а именно стартовый стол под ракету ангара ракета ангара тоже много где засвечивалась в сми и в различных контекстах из хорошей стороны с не очень хороший но что здесь нужно учитывать это вполне полноценная тяжелая ракета на сегодня совсем небольшого количества стран есть тяжелые ракеты сша китай япония россия все пожалуй это весь список стран которые у нас есть у индии развитая космонавтика но тяжелых ракет нет другие страны которые также занимаются космической деятельностью но не имеют таких ракет тоже уже отстают ракета ангара пусть да она несовершенна она и там есть еще над чем работать и и модернизировать можно даже без там предполагаемых крыльев или системы возврата которые иногда говорят там есть как работать но она уже есть она уже а хотя бы один раз слетала ближайшее время будут надеюсь другие полеты и она может использоваться в интересах российской федерации и российской космонавтики точно также ближайшие десятилетия несмотря на это у нас есть другая ракета союз-2 и она также будет использоваться еще не один десяток лет хотя базовая технология базовая конструкция которая и по-прежнему используется идет еще практически самой зари космонавтики конструкция ракеты r7 разработки под руководством сергей павловича королева до этой конструкции 60 с лишним лет это никак не влияет на то что сегодня это современная ракета способная уверенно доставлять полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту или на отлетные траектории например эта ракета запускала космические аппараты к марсу к венере в межпланетное пространство космические телескопы запускались я думаю ближайшие годы будут снова запуске на луну и куда-нибудь подальше и это ракета востребована ее например французы покупают и запускают не только с территории там байконура или восточного того же а с территории космодрома куру французской гриани это вообще южной америке и оттуда летает российская ракета и она востребована это действительно хорошая ракета и можно гордиться тем что она у нас есть что она прошла такой многолетний путь своего развития и сегодня летает и она будет летать еще десятилетия потому что она востребована потому что она достаточно дешево достаточно надежно и вообще не важно что там еще у ее истоков стоял сергей палыч королев она работает а в космосе это главное точно также большую историю имеет космический корабль союз сейчас модификация союз мс цифровой системы управления более современный более совершенный чем то что было раньше при том же королеве но конечно на сегодня это не самый современный корабль есть другие там конкурирующие тот же dragon crew dragon американский или starliner да они могут конкурировать до союз выглядит не таким стильным не таким удобным но если обращаться опять к эффективности со своей задачей он справляется достаточно надежен прошел многолетние испытания летные и со своей задачей доставку человека в космос и возвращение безопасном возвращении на землю он отлично справляется поэтому будет летать еще долго и конечно надо поговорить о том куда летает союз российский сегмент международной космической станции он не самый большой по крайней мере на самом деле мкс делится на две части российский сегмент и американский сегмент в американский входят еще канадская канадский манипулятор робот канадаром модуль европейский несколько европейских модулей японский модуль но все это американский сегмент и российский. Российский меньше, он более тесный, там меньше научного оборудования, но вместе они составляют Международную космическую станцию, и та часть, которая относится к России, может использоваться российской наукой, даже частными компаниями, которые уже используют ее и проводят свои эксперименты. Все это возможно, все это доступно для российских компаний, государственных и негосударственных, и можно этим гордиться, то что у нас есть такие возможности. Наша пилотируемая космонавтика по-прежнему обладает достаточно уникальными возможностями, с которыми может сравниться только США, наверное. Наш сегмент, хотя он меньше, его можно сделать чуть-чуть побольше, добавив еще один модуль, и на сегодня это модуль наука, ближайший к старту. Это его официальное название многофункциональный лабораторный модуль, но вот это сокращение MLM иногда переводят как многострадальный лабораторный модуль, и это действительно так, этот модуль должен был полететь еще в 2007 году, сейчас 2020, но есть хоть какое-то движение, по крайней мере, его долго готовили к старту, долго ремонтировали, и он уже уехал из Москвы на Байконур. Это очень большое достижение, что все-таки его довели до готовности. На Байконуре он пробудет еще, наверное, ну около года или несколько месяцев, будет также готовиться к старту, но будем надеяться, что и улетит. Вот этот этап завершения подготовки в монтажном корпусе на месте производства в центре имени Хруничева и отправка на Байконур. Это очень важное достижение, пусть он еще не в космосе, но важный шаг к достижению космоса наука все-таки сделала. Но это не значит, что российская наука космическая сейчас на Земле, когда на Земле модуль наука. Можно поговорить подробнее о том, что делают наши космонавты в космосе. Они там находятся постоянно, один-два человека, иногда даже там три, именно россиянина, оказываются на международной космической станции, а при этом модуль наука находится на Земле. Чем же они там занимаются? Они, конечно, там делают науку, хотя у них есть ряд задач. Первая задача, это, по сути, это инженерная деятельность, то есть главная их задача, сохранение работоспособности всего сегмента. Если где-то что-то сломалось, первым делом они откладывают всю науку и идут ремонтировать. Это их важная роль, и эта роль касается не только российского сегмента. Поскольку российский модуль «Звезда» одновременно выступает служебным модулем для всей станции, там установлены ракетные двигатели, которые управляют полетом всей станции, поднимают высоту орбиты, проводят маневры коррекции, если требуется для этого включения ракетных двигателей. Все это делается через «Звезду». Соответственно, наши космонавты, которые заботятся о том, чтобы на модуле «Звезда» всегда все работало, заботятся о работоспособности всей станции целиком. Конечно, «Звезда» в чем-то помогает станции, в чем-то помогает и американский сегмент, и здесь, в данном случае, это именно сотрудничество. Каждая часть выполняет свою задачу, и все вместе работают над тем, чтобы вся эта гигантская система космическая работала. Когда время освобождается, тогда можно заняться наукой. Если посмотреть те направления, которыми занимаются наши космонавты в космосе, здесь можно выделить несколько частей. Первое – это дистанционное зондирование Земли. Обычно съемкой Земли занимаются спутники, но космонавты точно так же ведут съемку вручную. На МКС установлены радары, установлены фотокамеры, которые делают это в автоматическом режиме. И эта вся деятельность совместна. Но если где-то ученым что-то нужно посмотреть, они всегда могут позвонить в космос, попросить космонавта сфотографировать интересующий объект. Например, однажды станция пролетала над извергающимся вулканом, и космонавты сделали очень красивые кадры этого полета и этого извержения. Прямо вот непосредственно вид сверху. В остальном еще что можно выделить – фундаментальные исследования. Здесь даже фундаментальные исследования не касаются исследования, собственно, космоса. Это скорее исследование свойств космоса, в частности невесомости или, как говорят, микрогравитации, вакуума. И здесь, надо сказать, о таком эксперименте, как плазменный кристалл. Это исследование свойств пылевых частиц в плазме и в условиях микрогравитации. О том, как применять эту технологию на Земле, ну, пока еще только думают. Пока еще представляют, как бы мы могли что-то использовать, те знания, которые получены на МКС. Но это пока фундаментальные исследования. Здесь ученые говорят о том, что это исследование свойств пыли и среды, которые предшествовало формированию планет в газополевой туманности вокруг зарождающейся Солнечной системы и других планет. Похожие, тоже что-то похожее происходит. Но в данном случае это действительно передовое направление, о применении в практике которого, ну, мы можем как-нибудь думать потом. Но данное исследование действительно передовое. Еще один важный сегмент исследований – это биология и медицина. И в советские годы еще и на станциях «Салют», и на станциях «Мир» исследования биологии, связанные с биологией человека и биологией животных, или там свойства растений в космосе, изучались. Сейчас они продолжают изучаться. Если говорить о наиболее перспективных исследований, вот примерно пару лет назад было проведено исследование по 3D-биопечати таких элементов органов. Там была хрящевая ткань, была попытка напечатать мышечную ткань. Данная технология уже более прикладная. Более того, она была инициирована. Эти эксперименты были частной космической компанией 3D-биопринтинг-солюшенс, хотя вот они не собираются сами ничего запускать в космос. Все их приборы для экспериментов были доставлены Роскосмосом. Эксперименты проводили космонавты на Международной космической станции. Но идея пришла с Земли от частного бизнеса, и там идея в два направления. Изначально предполагалась возможность печати тканей или печати органов даже в космосе с использованием невесомости. Позже появилась другая идея, тоже популярная нынче в мире, это печать мяса. То есть создавать искусственное мясо, которое позволяет наслаждаться по-прежнему бургерами или котлетами, которые так любят люди, но при этом никого не убивать. Брать клетку, выращивать из нее много клеток, собирать из них бургер, употреблять в ресторане, например, и наслаждаться тем, что ты не только вкусно поужинал, но и никого не убил при этом. Это понятно, что дико дорого, и востребовано это будет не сегодня, но первые эксперименты уже провелись на российском сегменте Международной космической станции. Ну и биология. Конечно, биология человека, биология человека в космосе, это тоже полезное дело для нынешней космонавтики, потому что таким образом мы учимся, наши ученые учатся, наши космонавты учатся продлевать работу и повышать эффективность работы человека в космосе. Ну и если мы будем думать о совсем далеком будущем, о расселении человечества в космосе, перелетах до Марса или до соседних звезд, те знания и опыт, которые получены сейчас нашими учеными в космосе при помощи наших космонавтов, они лягут в основу тех знаний и тех технологий, которые будут созданы потом для того, чтобы человек мог колонизировать космос не сегодня, а уже в далеком светлом будущем. Эксперименты продолжают проводиться, в частности, на биоспутниках. Это отдельные космические аппараты, которые родственны прежним спутникам, которые использовались для съемки Земли из космоса и съемки на фотопленку. И такие спутники в свое время требовали возвращения аппарата, спускаемого, который можно было мягко приземлить и вытащить эту пленку, проявить и посмотреть, что он нафотографировал. Аналогом такого же спутника выступает биоспутник. То есть можно погрузить, посадить туда собаку, мыша, обезьяну. Обезьяны точно так же, как запускали когда-то американские исследователи, российские и советские исследователи тоже совершали такие запуски и совершали, проводили биологические эксперименты в космосе, в невесомости, без участия людей там, но потом возвращали на Землю и смотрели результат. Эта технология вообще идет от космического корабля, на котором летал Юрий Гагарин, космического корабля «Восток». Если посмотреть, например, в музее космонавтики, там есть корабль «Фотон», макет его, он очень похож на тот самый гагаринский «Восток». Но, как я уже говорил, работает и пусть работает. В данном случае технология освоена и, по сути, кроме как у России, ни у кого нет биологических спутников, которые бы вот в таком автономном режиме проводили эксперименты. Китай вроде бы собирался проводить, создавать такую технологию, но пока вроде бы не создал. Америка спокойно проводит эксперименты на российских биоспутниках, американские ученые, и не собираются строить свои. Ну, конечно, у них там еще есть международная станция космическая, там можно делать, но все-таки спутники – это отдельная возможность, которой обладает Россия. Точно так же наши ученые проводят очень большие исследования в космосе, связанные с биологией и медициной. Но понятно, что сами медики в космос не летают, или летают крайне редко. Один специалист-медик был в космосе, и по совместительству космонавт. До этого все эксперименты готовятся на Земле в Институте медико-биологических проблем. Это подразделение Российской академии наук. Там проводятся эксперименты и на Земле, так называемые, имитационные. Там, например, проводился эксперимент «Марс-500». Многие, я думаю, о нем слышали, где люди были просто заперты в макете космического корабля и имитировали полет. Такой находились в затворничестве в течение 500 с лишним дней, имитировали полет до Марса и обратно, и проводили там эксперименты. Подобные эксперименты продолжаются. Вот несколько лет назад был эксперимент «Луна-2015». Сейчас, опять-таки, российско-американский эксперимент «Сириус» будет проводиться тоже на базе Института медико-биологических проблем в Москве, и эта работа будет продолжаться. И, опять-таки, вот именно космическая медицина, космическая биология российская, имеющая колоссальный опыт, который идет еще из советских годов, это передовое направление науки, с которым мало кто может сравниться. Если говорить о технологиях, то можно поговорить о ракетных двигателях. Это тоже один из предметов гордости и российских политиков, и руководства Роскосмоса, и это, в общем, вполне обосновано. Российские двигатели, которые тоже имеют историю из Советского Союза, там, те же самые РД-170 или РД-180, РД-190, они все базируются на технологии, которая была разработана еще для «Бурана». Эти двигатели разрабатывались в 70-е и 80-е годы, но это ничего не значит. Двигатели есть, они производятся, они востребованы, по крайней мере, пока их американцы покупают. Это современные двигатели, очень высокоэффективные, достаточно дешевые в производстве, и они будут применяться еще долгие годы, и уровень производства, уровень технологий вполне соответствует мировому. Но это не единственный вариант двигателя, о которых можно говорить. Есть другое направление – двигатели электроракетные для космических аппаратов. Там уже другие требования, другие характеристики, но совсем другие технологии, даже другой физический принцип. В данном случае я говорю о плазменных двигателях, которые разрабатываются и производятся в Калининграде. ОКБ «Факел» очень длительное время их разрабатывал, еще тоже с советских времен, и совершенствовал эту технологию впоследствии десятками, сотнями штук эти двигатели продаются за рубеж, европейским, прежде всего, потребителям. И европейско-американская компания OneWeb их заказала несколько сотен штук. Они маленькие, совсем небольшие, тяга у них тоже совсем незначительная, но их эффективность и их длительность работы имеют там даже тысячи часов. Могут работать эти двигатели и отлично справляются со своей задачей, поэтому их, в общем-то, покупают не только в России, но и за рубежом. Если говорить про спутники, их тоже не разучили сделать. В данном случае можно упомянуть разработку РКЦ «Прогресс». Это предприятие, которое производит ракеты «Союз-2», о которых мы уже поговорили. Но у них есть и спутникостроительное подразделение, и оно недавно, уже несколько лет назад, создало космический аппарат АЭС-2Д. Это спутник для низкой околоземной орбиты, который снимает поверхность Земли и делает это вполне успешно. Он работает уже, наверное, лет 5 или даже больше. Вполне эффективно, с достаточным качеством и, самое главное, за достаточно низкую стоимость. То есть это вполне космический аппарат, вполне мирового уровня. Ну, наверное, чем он отстает, это габаритами. Все-таки он получился побольше, чем получаются аналоги у Южной Кореи или у американцев. Но задачу свою он выполняет не хуже, поэтому можно говорить, что Россия обладает вполне мирового уровня спутникостроением. И РКЦ «Прогресс» не единственный, кто производит спутники. Есть ИСС Решетнева в Красноярске, которая занимается производством геостационарных космических аппаратов. Это уже совсем другой уровень. Это космические аппараты, которые летают на расстоянии 36 тысяч километров от поверхности Земли. Их задача работать даже не 5 лет, а 10-15 лет. Требования гораздо выше, производство сложнее. Космические аппараты гигантские, просто там весят 5 и более тонн. Размах солнечных батарей у него больше нескольких десятков метров насчитывается. Это суперсложная конструкция, суперсложный аппарат, который способны производить в России. Если говорить о науке, здесь точно так же есть чем гордиться. Хотя, наверное, не так много, как хотелось бы и не так много, как было в Советском Союзе. На сегодня самым важным и, в общем-то, единственным нашим научным космическим аппаратом, который работает в космосе, является космический телескоп «Спектр РГ». Это телескоп рентгеновский. Изначально он назывался рентген-гамма, но сейчас он обладает двумя рентгеновскими телескопами. Один российский, один европейский. Но платформа, на которой он разработан, то есть тот, собственно, космический аппарат, который обладает двигателями, доводит этот телескоп, собственно, до точки, откуда он будет наблюдать и уже наблюдает Вселенную. Это платформа, навигатор разработки НПУ Лавочкина. Она разработана уже в наше время, в настоящей, уже в Российской Федерации. Нельзя сказать, что это все взято из Советского Союза. Это достаточно современная разработка. До этого навигатор работал на радиотелескопе «Спектр Р» радиоастрон. Точно так же эта платформа применяется для метеоспутников «Электро-Л», также разработки НПУ Лавочкина. И в данном случае навигатор является базой, или платформой, как это называется, для двух телескопов рентгеновских, российского и европейского. Они уже работают, они наблюдают немного в разных диапазонах рентгеновских, длин, волн рентгеновского спектра. И дают разную информацию, которая совместно позволяет ученым больше познавать этот мир. Но при этом данными с обоих телескопов, научная группа иностранно-европейская, в данном случае это германское общество Макса Планка, и российские ученые с обоих телескопов используют данные. Просто там получилось по-другому. Разделились не по телескопам, а разделились по Вселенной. То есть одна половина Вселенной получилась российская, вторая половина Вселенной получилась германская. И каждый занимается своей частью, но, конечно, данными обмениваются. Так что в данном случае исследования, передовые исследования, все-таки наши ученые совершают в космосе. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы этого было побольше. Платформа-навигатор сейчас используется для метеоспутников, используется для спектра RG. Но надо все-таки сказать и о предыдущем телескопе, радиотелескопе спектр R или радиоастрон. Он летал с 2011 по 2018 год. И вот прям к концу года 2018 связь с ним прервалась. При этом он в два раза, там даже больше, чем в два раза, переработал свой ресурс. И ученые им не нарадовались, используя его больше, чем они предполагали. Что он делал? Это радиотелескоп 10-метровый. Это такая приличная тарелка, которая летала в космосе, радиоантенна. Сама по себе она... 10 метров это не так много. На Земле есть 100-метровые, 300-метровые. Сейчас вот китайцы недавно построили 500-метровую тарелку на Земле. Но тарелка в космосе и тарелка на Земле способны работать вместе. При этом две антенны, при технологии, которая разработана была еще советскими учеными, так называемая радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, позволяет получать больше данных о космосе вместе, когда космос, космическая часть в виде нашего радиотелескопа, и наземных антенн работают вместе. Технология там, в общем-то, ее понять достаточно просто. По сути, тарелка на Земле и тарелка в космосе работали как два небольших сегмента гигантской радиоантенны, которая как бы одновременно наблюдала космос и позволяла достичь высокой разрешающей способности. Разрешающая способность – это не справка, которую вам выписывают, чтобы что-то разрешить, а способность телескопов увидеть как можно более мелкие объекты в космосе. Если попытаться представить разрешающую способность ту, которую давал радиоастрон, это примерно возможность с Земли увидеть однорублевую монету на Луне. На сегодня самый мощный телескоп позволяет на Луне рассмотреть объекты размером 60 метров. А в радиодиапазоне можно было бы, ну, Луну здесь в данном случае не изучать, а вот это разрешение, но с возможностью такой разрешающей способности, этот радиотелескоп направлялся в далекий космос, очень далекий, на квазары. Это очень яркие радиоисточники во Вселенной, расстояние миллиардных световых лет до них. И вот квазары посмотреть вблизи, пусть хотя бы в радиодиапазоне, это была ту возможность, которую давал наш радиоастрон совместно с наземными, в том числе иностранными радиотелескопами. И все радиоастрономы мира считали за счастье, ну или не все, или многие, считали за счастье поработать вместе с радиоастроном, потому что совместно наземная тарелка и наш телескоп давали те возможности и возможность так близко посмотреть к ядру квазара, как не давал никакие другие возможности. И открытия действительно были совершены. Радиоастрон показал, что ядра, вот эти сверхмассивные черные дыры в центре квазаров, их излучение, которое не из самих черных дыр, а из ядра этого квазара, излучение на порядке ярче и горячее, чем то, что ожидалось. Это по современным моделям просто нет такой возможности. Никто не верил, что это возможно, а оказалось, что именно так. Другое открытие, которое совершил радиоастрон, это то, что межзвездная и межгалактическая среда все-таки немного рассеивает радиоизлучение, которое, в общем-то, имеет неплохую проникающую способность. И вот это рассеяние, если его определить, свойства этого рассеяния, и написать программу, которая бы отбрасывала его или отделяла вот этот эффект рассеяния, он бы позволил увидеть точно так же очень удаленные объекты в радиодиапазоне, но с гораздо более высоким качеством. И данные технологии, ну, будем надеяться, будут применяться в дальнейшем при исследовании Вселенной уже другими радиотелескопами, и вклад радиоастрона в этом тоже будет. Но свои собственные космические аппараты не единственный способ проводить исследования. Наши ученые также разрабатывают приборы космического назначения для исследования космоса и Луны, Марса, Меркурия. Эти космические приборы устанавливаются на исследовательские зонды других стран. Например, российский прибор для поиска воды в грунте Луны установлен на американском космическом аппарате. Спектрометры для поиска метана и воды и исследования атмосферы Марса установлены на европейском космическом аппарате, но данными с них пользуются российские ученые, обрабатывают, пишут статьи, совершают открытия. И все это заслуживает уважения и нашим ученым, и, конечно, иностранным партнерам, с которыми все это проводится. Но все вместе говорит о том, что наша космонавтика все еще может, наши ученые могут. Мы по-прежнему движемся, наши сограждане, люди, говорящие с нами на одном языке, по-прежнему вносят свой вклад в раскрытие тайн Вселенной, и мы вполне можем гордиться этим. Приборы, которые разрабатываются российскими учеными и сейчас уже летают в космосе или готовятся к ближайшим полетам, их можно примерно разделить на два направления. Первые касаются нейтронной спектроскопии или даже ядерной спектроскопии. Это детекторы, которые регистрируют поток нейтронов. Это вторичная радиация, которая летит от поверхности безатмосферных тел или слабоатмосферных, таких как Марс, под воздействием галактической радиации. То есть космическая радиация ударяет в поверхность, выбивает вторичные частицы, в том числе нейтроны. И вот эти нейтронные детекторы, которые разрабатываются в России в Институте космических исследований, регистрируют эти нейтроны и с их помощью можно узнавать подробности состава грунта примерно на один метр или чуть больше. Прежде всего здесь интересует и можно так узнавать состав воды. Точнее нейтронный детектор показывает содержание водорода, но водород достаточно летучее соединение и просто так он в грунте содержаться не будет, а будет он скорее всего в виде связи с кислородом, то есть в виде воды или так называемых гидроксилов. Второе направление, которым занимается в том числе и в Институте космических исследований и в МФТИ, это спектрометры. То есть это уже оптические средства исследования, которые регистрируют спектр, либо спектр излучения, если мы наблюдаем какой-нибудь источник света, или спектр поглощения, если мы наблюдаем, например, газовую среду или поверхность, от которой отражается свет, там свет Солнца, например, ну прежде всего Солнца, и они уже могут определять геологический состав поверхности, состав атмосферы. И вот здесь довольно интересные результаты были получены на космическом аппарате, европейском Trace Gas Orbiter ExoMars, но там российские приборы стояли, в том числе вот такой спектрометр оптический, и он показал, что на Марсе метана нет. А метан на Марсе это интересное направление, очень неоднократно ранее метан регистрировался на Марсе, и ученые ожидали, что это органическое соединение, газ. Ученые ожидали, что это будет доказательством того, что Марс обитаем, что какие-то системы, какие-то жизни, организмы или жизнедеятельности этих организмов приводят к выделению метана в атмосферу. Тут прилетел Trace Gas Orbiter, несколько лет изучал, там был и российский прибор, и немецкий прибор. Вместе, при этом независимо, они наблюдали Марс и не нашли метана. И это было несколько неожиданно, потому что их отправляли туда найти метан, и выяснить, откуда же он все-таки появляется, а они сказали, а его нет. И совсем недавно, буквально меньше месяца назад, вот летом 2020 года, стало известно, что по сути все предыдущие спектрометры ошибались, те, которые показывали Марс, точнее марсианский метан. А находили они углекислый газ и озон. Озон – это соединение из трех атомов, это молекулы кислорода, но из трех атомов. И все это есть на Марсе, и раньше было известно на Марсе. Но часть спектра все-таки была упущена, и вот эта ошибка, думали, что это метан, а оказался озон, и показал, что, в общем-то, нету ни метана на Марсе, ни, скорее всего, марсиан. И эта заслуга, пусть она не такая уж и романтичная, как многим хотелось бы, российского прибора и российских ученых, которые вместе с европейцами совершили это открытие. Так что здесь, как я уже сказал, передовые направления в исследованиях космоса все еще вместе с Россией. Субтитры создавал DimaTorzok